Салют всем! Что ж, вот и прошел первый месяц весны. И это подборка лучших товаров месяца по версии канала Китай. Ну ты чё? Специально для тех, кому некогда смотреть все видео. Ссылки на товары и видео, в которых они были, в описании. Ну а если вы все уже видели, то принимайте участие в конкурсе на 500 рублей, который мы проводим совместно с каналом Китай Почта. Условия в конце видео. Пара отличных гаджетов для вашего компьютера. Эта штука называется свитч, ну или по-другому коммутатор для жестких дисков. Размещается в отсеке 525 дюйма в том, что предназначен для CD-DVD привода. Позволяет подключить к нему аж до 6 SATA жестких дисков и управлять питанием, подающимся на них. Таким образом, например, можно решить проблему с загрузкой разных операционных систем на одном компьютере. Ставите Linux и Windows на разные диски и не мучайтесь с переключением приоритета загрузки в биосе. Просто включайте питание на нужный диск. Опять же, остальные винчестеры, которые не используются в данный момент, не шумят, не нагружают блок питания и так далее. Второе устройство аналогично первому. Разница в том, что устанавливается но в слот для дисковода и позволяет управлять только четырьмя дисками. К сожалению, цена от этого сильно ниже не стала и, на мой взгляд, все-таки завышена. А это легендарная зажигалка с вековой историей. И это не преувеличение. Австрийская компания Imco – одна из старейших производителей зажигалок. Увы, в Австрии их больше не производят, так что кто не успел, может взять китайский вариант. При этом качество на очень достойном уровне. В общем-то, эта бензиновая зажигалка в действительно олдскул дизайне. И если надоели зипа и хочется чего-то другого, но не менее качественного, то можно поискать такие зажигалки Imco. Ну или просто для коллекции, или иногда удивить друзей. Профессиональные радиолюбители, конечно же, назовут отираться игрушкой и все такое. Но все зависит от задач, которые нужно выполнить и денег, которые вы готовы потратить на это. За свои 1600-1700 это отличная штука. Дальность действия до 3 километров, 16 каналов связи и 2 зарядных устройства. Пригодятся, например, для поездки на двух машинах, походов на природу, любых ситуаций, когда нужно переговариваться на не слишком большой дистанции. Ну или в качестве нереально крутой игрушки для детей. У компании Philips есть отличный световой будильник. Точнее, три его модели, которые стоят от 7 до 12 тысяч. Вещь, безусловно, хорошая, но стоимость не гуманная. Исправить эту несправедливость нам помогут, конечно же, аналоги из Китая. Их вариант стоит всего 1200 рублей. По-моему, неплохой способ попробовать и понять, а нужно ли оно вам вообще. Кроме часов, кстати, в нем еще есть FM-радио. Суть цветового будильника заключается в том, что вы просыпаетесь по звуке природы и постепенно разгорающийся свет лампы, который имитирует рассвет. Это действительно намного приятнее и естественнее, а значит вставать легче. Также тут имеется функция заката и возможность использовать его в качестве обычной настольной лампы. В общем, вещь любопытная. Ну а там, если войдете во вкус, может быть и на Philips не пожалеете денег. Лучший строительный нож из тех, что я пока видел. Посудите сами, он складывается и в таком состоянии не занимает много места. Корпус сделан не из пластика, а из металла. Пластиковые только накладки для удобства. Сбоку имеется клипса, с помощью которой нож можно повесить на пояс. Лезвия острые и при этом толстые. Естественно, несменные, более того, в комплекте сразу идет 5 лезвий, которые лежат тут же в специальном отсеке в ручке ножа. Плюс в верхней части лезвия есть специальный упор для большого пальца. В общем, вещь красивая и полезная. Еще одна любопытная вещь с отличной задумкой. Это переносной автономный прожектор. То есть, по факту, это прожектор с подставкой, ручкой для переноски и секция аккумулятора. Заявленная мощность составляет 30 Вт. Хотя, по факту, я думаю, будет меньше. Работает все от трех аккумуляторов формата 18650. Зарядное устройство и сами аккумуляторы уже идут в комплекте. То есть, вы можете принести этот фонарь на дачу, в гараж, в подвал или на чердак и, не имея доступа к электричеству, организовать там освещение для каких-то работ. По-моему, очень удобно. Продолжая тему жестких дисков, хотел бы еще показать и такой девайс. Это адаптер для подключения дисков на 2,5 дюйма по обычному USB 3.0 порту. Таким образом, можно, например, к ноутбуку подключить полноценный внешний диск. Если это SSD диск, то такая связка будет еще и очень легкой. Скорость чтения, естественно, будет ниже, чем частота разъема на материнской плате, но все-таки достаточно для какого-то медиахранилища. Повторюсь, работает этот адаптер только с компактными 2,5 дюймовыми дисками. Если нужно подключить большой диск на 3,5 дюйма, то смотрите на этот адаптер. От первого он отличается тем, что имеет дополнительный блок питания и, естественно, возможность его подключить. Такое решение более универсально, но стоит заметно дороже. Ну и, конечно, как не упомянуть о новинке от Xiaomi – Xiaomi Portable Mouse. Как следует из названия, это портативная мышка в традиционном алюминиевом дизайне. Из-за своей портативности она не так удобно лежит в руке, но и не занимает много места. Основной фишкой стала следующая ее особенность. С обратной стороны имеется переключатель режимов работы. И кроме обычного для беспроводных мышей режима работы на частоте 2,4 ГГц, она может работать как Bluetooth устройство. То есть без адаптера подключаться к телефону, планшету или телевизору. Акцент сделан именно на компактности и универсальности. Те, кто постарше, наверняка вспомнят ручные сканеры. Эти устройства были недороги, но и не слишком удобны. Сейчас же все возвращается как новое изобретение – это ручной автономный сканер. Я имею в виду то, что он работает от батареек и не требует подключения к компьютеру. Результат сканирования в формате JPEG или PDF сохраняется на карту памяти. Отсканировать можно документы до формата А4. Настройки качества осуществляются тут же с помощью небольшого экрана. Еще один товар от компании Xiaomi на сегодня. Это селфи-палка и штатив в одном флаконе. Плюс, в данном случае, с беспроводным подключением. Длина монопода – 40 см в максимально разложенном состоянии. В сложенном виде, благодаря специальной рукоятке, его можно установить на ровной поверхности и использовать как мини-штатив. А благодаря тому, что блок управления съемный, можно фотографировать самого себя. В целом, идея очень удачная. В кадре всегда будут все, а не как обычно, тот, кто с камерой на фото не бывает. Скоро лето. Купи себе наконец уже турник. Я купил такой же в магазине, но если лень искать, то можно заказать. Спина потом скажет спасибо. Повисел 30 секунд и стало хорошо. Устанавливается он в дверной прием и выдерживает до 100 с лишним килограмм. Но я бы с таким весом не советовал. Лучше взять другую модель подороже, которая монтируется на стену. Очередным продуктом от компании Xiaomi стал термос, который также можно использовать в качестве чаяника-заварника. Вместимость равна 535 мл. Он оснащен OLED-дисплеем, на котором отображается информация о температуре жидкости. Масса термоса составляет 320 грамм. Он может поддерживать температуру более 62 градусов в течение 7 часов. Также его можно использовать для хранения прохладительных напитков. В течение 6 часов он не позволит температуре внутри подняться выше 10 градусов. Чтобы принять участие в конкурсе на 500 рублей, подпишись на канал спонсора Китайпочта. На нем вас ждут распаковки и обзоры различных товаров из Поднебесной. Затем подпишись на наш канал, поставь лайк и напиши позитивный комментарий. Результаты через неделю вконтакте. Ссылочка в описании. Вступай! Всем пока!